Глава региона Бердбекса Парбаев в ходе рабочей поездки в Жамбулский район рассмотрел ряд актуальных вопросов в строительной и сельскохозяйственной сферах. Первым делом глава региона принял участие в совместном заседании коллегии областной прокуратуры, местного исполнительного органа по вопросам рационального использования пастбищных земель. По словам заместителя прокурора области Нурбека Уласбекулы, земли сельхозназначения в регионе составляют 32% от общего земельного фонда. Площадь пастбища составляет более 34 миллионов гектаров. В результате прокурорской проверки выявлено, что в Байзакском районе, в крестьянском хозяйстве Турсумбай, 15 гектаров земли не используются по целевому назначению. Такие же нарушения выявлены и в Шустском районе. Кроме этого, по области всего 673 тысяч гектаров земли находятся в руках у латифундистов. Всего их насчитывается 157. Такие факты выявлены в Кордайском, Шустском и Инкомском, Таласском районах. Проверка также выявила, что некоторые сельские акимы целенаправленно выдавали пастбище людям, не имевшим домашнего скота. После смерти землепользователей в некоторых случаях документы на пастбищные участки не переоформлялись. Докладчик предложил создать специальную рабочую группу при Акимате области, которая будет заниматься вопросами возврата неиспользуемых земель сельхозназначения в Госфонд. На сегодняшний день государству возвращены 263 гектара земли. Принимаются меры по возврату оставшихся земельных участков. Как вы говорите, по области свыше трёх тысяч пастбищ лежат неиспользованными. Сколько из них на сегодня возвращены в Госфонд? Эти земли необходимо вернуть в оборот. Земля обязана трудиться. В ходе заседания с докладами выступили руководители управления по контролю за использованием и охраной земель Абилхаир Тамабек, руководитель управления земельных отношений Бахтиар Коппасынов. Как оказалось, по итогам проверки выявлено сразу несколько неиспользуемых земельных участков. К примеру, в Таласском районе выявлено 108 тысяч гектаров пастбищных земель, которые не используются. В Жамбулском районе 58 тысяч гектаров, в Курдайском 20 тысяч. Есть такие факты и в Шустском районе. Землевладельцев, которые владели около 100 пастбищными участками, уже нет живых. Но документы на эти земли годами не переоформляются ни на родственников, ни на других членов семьи. Какие меры предпринимают власти на местах для решения этих вопросов? Обратился к районным Акимам, которые принимали участие в режиме видеоконференц-связи прокурора области Нургалым Абдиров. Не только Акимам Шустского, Таласского, Жамбулского, Хурдайского, Жолынского районов, но и их заместителям, Акимам сельских округов, пришлось держать ответ за многочисленные упущения. К примеру, в Таласском районе 234 гектара зарегистрированы на имя Камызбаева, который умер в 2013 году. Эти земли до сих пор кем-то незаконно используются. Крестьянское хозяйство Шаушем получило 6600 гектаров азвичных земель, хотя в хозяйстве не содержится скот. И таких примеров немало. Кто за это в ответе? Однако никто из Акимов районов, Акимов сельских округов не смог дать внятный ответ. Они не знают, какое количество скота содержится в крестьянских хозяйствах. Акимобласти поручил провести ревизию по целевому назначению земель и по мере выявления нарушений принять необходимые меры по всем неиспользуемым земельным участкам. В завершении заседания глава региона призвал районных Акимов работать в тесной связке с прокурорами. Затем Бердебек Сапарбаев принял участие в торжественной церемонии вручения 76 очередникам ключей от квартир в селе Оса. Это в основном многодетные семьи, семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, сироты, а также госслужащие и работники бюджетных сфер. Многоквартирный дом, в котором 24 трехкомнатных, 16 двухкомнатных и 36 однокомнатных квартир, возвели в рамках программы «Дорожная карта занятости». Подрядчиком выступила компания ТО «Беном». До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию более 650 тысяч квадратных метров жилья. В Жамбовском районе всего 1019 жителей стоят в очереди на жилье. В селе Оса будут построены еще четыре многоэтажных дома. Ключи от новых квартир получат 320 очередников. Кроме того, планируется предоставить более 2000 земельных участков под ИЖС в семи населенных пунктах. В настоящее время к ним подводится инженерно-коммуникационная инфраструктура. В селях Сапад и ЖС будет выделено 811 земельных участков. Проект «Асарлату-Пьисалу» реализуется и в этом году. Спонсоры активно поддерживают эту инициативу. Мама семерых детей Нур Бегалеева рассказала, что многодетная семья стояла в очереди на жилье 9 лет. Сегодня один из самых счастливых дней в нашей жизни. Наша семья снимала квартиру в аренду. Честно говоря, до сих пор не верится, что мы наконец получили жилье. Дети очень рады. Бердебек Сапарбаев также ознакомился с работой Центра технического творчества и профориентации в селе Оса. По словам директора центра, здание было построено в 1961 году. В прошлом году в рамках программы «Аул-Ель-БСГ» были выделены средства и проведен капитальный ремонт. Сейчас учебное заведение снабжено всем необходимым оборудованием. 1385 учащихся набираются здесь знаний и опыта. В ходе своей рабочей поездки Акимобласти ознакомился и с вопросами водоснабжения населения. В селе Шохай водопровод ввели в эксплуатацию недавно. Строительство объекта велось в рамках программы развития регионов. Отныне качественной питьевой водой будут пользоваться 160 дворов, в которых проживают 800 жителей. Протяженность водопроводной сети составляет около 15 километров. Объект построила ТО «Булат-Д». Сельчане этого события ждали долгие годы. Исполнилась давняя мечта шохайцев. Радуемся, что наше село с каждым годом преображается. Строятся новые объекты. К примеру, в этом году построили сельский клуб. При въезде в село установили арку по проекту «Жомартулек». Скоро начнется строительство школы, говорили жители. Стоит добавить, что 30 из 42 населенных пунктов Жамбылского района обеспечены централизованным водоснабжением. В прошлом году в рамках программы «Дорожная карта занятости» питьевой водой обеспечили села Жасуркен, Казалхайнар, Ахболом, Байтерек, Каратау. По итогам 2020 года показатель по доступу к централизованному водоснабжению сельских населенных пунктов составил 69%. В этом году планируется довести этот показатель до 71,4%. Аким области также ознакомился с состоянием дел в сельском хозяйстве. Он побывал в христианских хозяйствах Шарипов, Ахколь, поговорил с аграриями. В Ауляйш-Абиби он ознакомился со строительством жилого массива и проводимой здесь инфраструктурой. Как отметил Аким района, Сакена Рубаев в очереди на жилье стоят свыше 800 человек. Здесь же строится и школа на 300 ученических мест. Аким поручил подрядчикам выполнить все работы качественно.